Вы тогда вопрос задайте это всегда, где-нибудь. Сейчас мы настроимся. Если не пойду, а что, удаляй комментарии, почему? Вопрос задайте, я отвечу ему. Ну, у нас все-таки фильм про вас, а не про комментарии. Ну, ладно. А то мы сейчас до ночи в боксе. Я на него отвечу в полноте, ссылаясь на опыт не свой. Сейчас у нас пойдут более семейные вопросы и про венчание и так далее. Про вас, Надежда Васильевна. Сейчас у нас такие вопросы пойдут. Никаких. У меня материал, есть вышла книга, называется «Крисному православию». Она у вас есть. Материал для этой книги я около 40 лет собирал. И там есть вопрос о семье. К этому добавить ничего не могу. Все, что говорит об этом Библия, я работаю по пяти параметрам. Что сказали святые отцы, это 500 томов, 300 томов полиантов. Дальше, что сказали каноны, 719 правил. Что сказали жития святых, 1173 биографии. И что говорит мировая поэзия, 500 поэтов за 300 лет. И поэтому в этом ответе я даю окончательный ответ. В конечной инстанции. Дальше идти некуда. Все для неба. Вот я и дети мои, которые дал мне Господь. Нет, мы больше такие простые вопросы. У вас там очень все глубоко. И как бы, ну прям, а мы так, поверхностно немножко пройдемся, чтобы можно было самое основное. Вы можете ответить что-то. Я как бы закатываюсь снова. Так я отвечал всегда в университетах, по радио, везде. В полнотах. И поэтому сегодня человек это не понял, а потом приходят, вот мы нашли ответ. Священники, архиереи. Полный ответ. А можно к этому добавить? Нельзя. Выбрано все. Так, пошла запись? Да. Когда вы увидели Надежду Васильевну, первый раз что запомнилось? Ну, первый раз что запомнилось. Ничего не запомнилось. Я приехал в Новосибирск. Старообрядческая церковь, Белокринецкая иерархия. На улице Авражная были они. И там было три девушки. Три сестры. У меня парень не женатый. Первый парень на деревне. Там деревня дом один. И никакого внимания. Но когда я узнал, что приходит время мне жениться, потому что стали разговоры вести, а я их могу прекратить только бракососочетанием, и тогда уже жена отвечает за все мои передвижения. Вот. И в это время я не просто кинулся, а я пришел к братьям, уважаемым мною, который старше меня на много, и стал советоваться. Как вы посоветуете? И они сказали, вот, девушке, ты обрати внимание вот на эту. А она старше меня на 2 года. Она учительница. Вы посмотрите внимательно, как она ревностно молится, как она спешит на помощь ко всем, к детям, к родителям. И я прислушался, и присмотрелся, и понял. С ней сравнивать их даже близко нельзя. А тут случилось такое, что она сразу буквально по всем параметрам прошла в моем воображении. В школе стало детям говорить о Боге. Вот знали. Решили право учительства работать с детьми в детском садике. То есть пошли ее оттуда. А для меня это, ну, ошибки никакой нет. Она ревностная. Она не бросит. Она не отступит. И она будет помощницей настоящей. Вот и все. А дальше все понятно. В ЗАГСе я не зарегистрировался. Повещали нас 11 сентября. Как я говорю, 11 сентября. Были неизвернуты торговые центры. 11 сентября Пиночей был убит. И я обещался. То есть печальная пятница. 11 сентября. Ну, это разговор. Дальше. Когда дело стало близнецем близко к тому, что меня арестуют. А я узнал, кто может посещать. Я сказал, давай-ка мы зарегистрировимся. Иначе тебя ко мне не пустят. Не пропустят. Ну, и зашли. Первый раз узнали, что мы живем. Месяц назначили или нет. Ну, и вот так. Благословение Господне. Сказать это проходит время. А ты раскаиваешься или нет? Не в чем раскаиваться. Она показала себя. Ради чего она у меня здесь была? Это редко какая жена может. Вот кто сидели? Братья там у баптистов. Я никого не слышал, чтобы они столько сделали, сколько она. Она неутомима. Везде была. Свидетельства были. И в самолетах. И до генеральной прокуратуры. И везде. Вот. Выбор мой был по совету, который я не пренебрег. Притом советы эти были обоснованные. Сошлось с тем, что я это и имею. Это в 62-м году было. В 66-м. А я обратился в 62-м. Уже я 4 года. Я крепче был христианин по Евангелию. Ну, она от меня услышала там Евангелие. Все. То есть сошлось. То есть она чего желала, то получила с моей стороны. Что я думал? Надо бы иметь. Я получил с ее стороны. И считаю, это то, что Бог дал. Тем более, вот я обратился к Михаилу Анну Еремееву. Вот если приезжали, допустим, за год 100 людей к ним. В общину там. В 50-тищу, сколько как, или в баптистскую. Человек 90 были у них. И они молились Богу. И я подумал, мне бы такую жизнь Бог дал. И, видимо, помолился хорошо. И у меня сошлось все один к одному. Все. Какая у него семья была, как у меня. И как жена у нее помощница. У меня все. Я Богу благодарен. А какие планы не покорили. И старая бедка не вообще упрямая. Я готова давать, чтобы довести ее. И она это понимает. Если не я, то я никогда бы не дайте. На своем там наставить. Это у них сплошь и рядом такое. А здесь, я тебе сказал, даже Максим Степаненко. Тот по этим вопросам, докам, везде все пишет, с женщинам. И он обо мне сказал, это мужик с большой буквы. Я сказал. Дальше уже не надо повторять. Она будет выполнять или в другой стороне будет стоять. Вот так. И мне ни разу не пришлось ее будить. Ни разу. Она встает вовремя. А для женщины встать, это даже самый говорливый у нас есть, не может жену разбудить. Я вот там уголовник уже говорит. Вы сами видите, она уже стоит. Может, не может. Как-то выкарабрается с костылем из дома и будет молиться. Она говорит, еще пока, но когда меня рядом нет, она в полную мощь вызывается. Ей быть в полную мощь мешаю и я, согласно Слову Божию. Считаю, а учить же ей не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Второе Тимофея 2.12. Я ей каждый день говорю, она это еще не постигла до конца. Все еще в стадии учащейся. А когда меня посадили, она уже работала в большинстве, технически называют. У нее ведро отобрали и выпнули на улицу. И теперь она везде была, свидетельствовала в организации. Это то, о чем я только мог думать и Господь мне дал. Поэтому, считаю, я получил, что хотел. Игнатий Тихонович, почему сегодня семьи распадаются так массово? Причин несколько. Сегодня 84,6% за 4 года после не лечения, а бракососочетания, без ложки, распадается. Причина одна. Нет страха Божия. Вот у меня материал книги о семье, там говорится. Мужчина глава, женщина тело. Она придумала, ну куда шея повернут, тез к телу, туда и голова. Голова не может, шея повернутся, пока голова не скажет. Она даже этого глупая не знает. И поэтому, ни во что она поставлена, женщина. Американские женщины собрались вместе, там какой-то союз американок. И написали мусульманскими женщинам, тоже в организации. Какие вы счастливые. Как вы одеты. Нас разделили, мужчины. Без платка я не могу нигде. То есть, без платка должно быть. С платком нигде нет. Вы так целомудренно и прочее. Они завидуют этому. Моя жена всегда в платке. И поэтому распад идет. Муж не властей. Властей всегда на стороне женщины. Ребенка, как правило, разводится и ей отдают. А это неправильно. Неверно в корне. Ну, у меня был один у Владимира. Отец получил ребенка. И он заботится. И она все равно живет другим. И все равно пытается ее. Мусульман, да. Его сразу дают подсунем. Вопроса нет. А пока у Гащевская дочка вышла, она с каким-то там была. Сейчас он-то. Вот интересно как. А разве ли все? Он ей сына-то не отдает. А она до Путина дошла, через Аллу Борисовну. А та обратилась туда. Ну, а там подключился Рамзан Кадыров. Это наш национальный обычай. Мы ей не запрещаем встречаться. И она отстала. Все, выше мне куда идти. А если бы она верила в Бога, зачем бы она пошла за него, зная в порядке. Мусульманка никогда не уйдет. Она там не знает. У нее ревности вообще нет. Ищи пили. Какой ревновать? И это она хорошо. У меня дети есть. А которая пожилая, она с ними водится. А я свободно учусь, преподаю. Она как нянька та старая, которой муж уже... Ну, с ней тоже. Он кормит и поет ее. Поэтому надо знать место свое. Женщина вышедана из колеи. Она делает аборты. 120 миллионов только за перестройку. И разводы. Разводы только зарегистрированы. А сколько мне брачных связей, совокуплений, рождений. И зарегистрированных абортов. Это море. И что лучше? Лучше в Богу прийти. Встать под Его негриха. Мое благо, время мое легкое. Макфея 11, 28. Вот в этом. Придите ко мне, Господь говорит. Ко мне, не к закону. Я знаю, что Надежда Константиновна Крупская, жена самого лютого палаща мира, она говорила, 17% разводов, это национальная катастрофа. Я считал об этом. А сегодня у нас 86. Говорит не о чем. Семьи, как правило, только у верующих. Да, она крепкая семья. Я бы ее, если за непослушание, будущее неверное, я бы ее давно вышел на забор. А не как. Я сажусь за стол, она начинает, как говорится, что-то право качать. Что-то не так там ей. Бухтеть, как говорит, начинает. У меня лесовочка, я сразу гугл там, щетки и молиться. Я ей отвечаю. Молюсь. Смотрю, она рядом стоит, молится. Я помолился за стол. Она видит, мой рот занятый. Я там проплес на работу, время мало уже. И она опять начинает, что-то ей надо. Я снова залез с ручку и гугл. Лежу опять молиться рядом. Теперь третий раз за стол садись. У нее уже времени нет. Она переживает. Не накормлена ушла. Она на работу может прийти, там что угодно. Почему? Я не делал. Я не бил ее. Я поставил ее на место. Доущество безмолвие. Безмолвие. Мне твои мудрости не нужны. Я отвечаю за... Жене глава муж. Мужу глава Христос. Я тебе не подотчетен. Христу глава Бог. Отец. И поэтому вот эту иерархию надо соблюдать. А ее в мире не соблюдают. А что, равноправие, феминизм, там, ну, всякие глупости эти. Ну, ты получишь свое. Почему подкаблучники одно из худших зол? Потому что мужчина сильнее женщины физически. А он слушает, что она говорит. И поэтому к этой мерзости, которую она измыслила, он добавляет мужскую силу. И он еще хуже. Потому что она где-то, как говорят, все-то сказала, а дальше выполнить не может. А мужик тут, а выполняет, я знаю, с чего желание то. Она ему сказала, а ту, и он туда кидается и кричит. Это мое изречение. Это хуже смерти. Хуже. Ее подхватили в интернете. Я тут лег спать. И меня, володя, расстолкал, спросил. Я назвал их. Первый подкаблучник это Адам. Ну, он бы ей в локту закатил, да закос ее. А где-то она пошла, не ела-то. Ну, и Бог просил бы, я сказал, господи, я погорещился. Она не за тебя заступился. Твое творение куда лезет? Да по ребрам ее. Мне за тебя одного ребра не хватает, а ты тварь. Как говорят, у человека мозги есть во всех костях. Кроме одного в ребрах, нет мозга. И поэтому она такая растет. В среднем женщина 25% неразвитей глупее мужчины. В среднем. Это опыты прошли в Великобритании. Ну, и поэтому вот отсюда все эти говорили. Я верующий. Мне не надо искать ответа нигде, кроме Библии. Ко мне обращаются семейные. У нас семейные, порядок, кто-другой. Я узнал, не веришься, не веришься. Она тебе не жена, прелюбодейка. Если нет. Ты разгляди с ней или помещайся. Что ты как кобель без хвостый? За каждой юбкой гонишься. Блогики Царства Божия не наследуют. Тем более прелюбодея. Прелюбеете, женаты изменяют. Ну, вопрос этот решенный. Как стать достойным мужчиной? Какие советы дадите? Один, будь мужчиной, христианином, через дефис. Настоящий мужчина, это крепко верующий. А для верующего крепко нужны два условия. Родиться свыше. Ну, и получить крещение не в водах, а крещение Духом Святым только. И быть водимым Духом Божиим. Вот это мужчина настоящий. А вы таких мужчин знаете? Ну, я могу назвать. Это пророки. Настоящий мужчина. И Исаия, и Иеремия. Иеремия, мой самый любимый пророк. И святых отцов. И, как правило, эти герои не женаты. Не женаты. Ян Златоуст. Я просто называю, которые все положили на алтарь Христа. И советую им, 12.2, послание к евреям. Взирайте на начальника совершителя веры, который вместо придержавшего ему радости перетерпел крест. И воссел на лесной престол величия. Да, кратко. Смотри на крест. Прежде чем жениться, начинают священники высчитывать. Нехорошо человеку быть одному. Плодитесь и размножайтесь. Я говорю, только маленько. Поп, соображай, что ты городишь? Ну, это написано в Библии. Кому написано? Человек в раю. Больше негде повернуть. Одни звери. Одни звери. Не через день. Какое наполнение? Нехорошо. А Павел говорит, остался без жены. Не ищи жены. Хорошо ему оставаться, как я. Там написано, хорошо жену иметь, а здесь хорошо не иметь. Ну, это-то, прочитайте хоть раз. Теперь хорошо не жениться. А почему? Женатый заботится о мирском. Для рая мирское не пройдет. А не женатый заботится о Господнем. Как уводить Господу? А женатый, говорит, заботится, как уводить жене. Ты никогда ее не угодишь. Не замужняя заботится о мирском. Как уводить мужу? В скобочках. Никогда ему не угодишь. То не досолила, то не вовремя пришла. А что они же, не замужняя заботится о Господнем. Как уводить Господу? Библия в руках. Дух Святой в сердце. Вот отсюда все. Сын Женицыну, когда присылали Ноберскую премию, он говорит, люди забыли Бога, и отсюда все. На все вопросы. Вот почему на одном конгрессе, когда говорили, что плохо нет идеи, объединяющие людей на стороне. Я поднял руку и сказал, есть. Какая? Я говорю, ну один говорит, там профессор, или кто говорит, ну надо ее опробировать, хотя бы года четыре обкатать. Я говорю, 40 лет годится? Это уже воплотившаяся идея, а не просто опробированная. Я говорю, дети? Мы об этом и не говорили. Я говорю, дети? Я говорю, воспитанные? Да, образование. Нет, в аптитной вахристи вы это не преподаете. Милиции в обороте не будут. Коррупционеры под нож. Для одного аборта. Депутаты не будут лгать. Не будут получать стоккратную высшую рабочую зарплату. Лживой статистики не будет. Избирать будет достойно. Не поделать выборы. Вот что мы говорим. Дети, воспитанные во Христе. Прошу прощения. Дети, воспитанные во Христе. Три слова, предлогом четыре. Вот национальная идея, которая может... Сейчас, Игорь, сделай. Не забей, на чем тебя подхватило. На этой идее. Треть. Тут, что у тебя табака рост? Я не курил. Сейчас. Чтобы ты, говорится, забыл путь отходущей. Поэтому две мамы в доме бритые. Наверное, мужчина-то не похож. Вот мужчина, вот он с бородой сидит. Он как вышел из кабины, я подумал, он самый. Там был один, баптист приехал. С разными днями лежит на диване и поет. А его спросил Михаил Александрович, и говорит, ну а жена-то верующая, он так кулаком послал, а куда он наденется? Вот это здорово. Вот у этого человека у нас, жена говорит, я пришла-то из-за мужа. Сразу сказала, что самолет прилетело. Я нашел православную веру. Если ты не со мной разворачиваешься обратно на север, то ты поймешь. И она заболела смертельно, и в это время ей Бог дал веру. Она поняла, что ты в жизни рядом. Что вы думаете насчет идей равноправия и феминизма? С кем? В обществе. Ну, мужчина и женщина? Да. Безумная сатанинская идея. А доказывать как? Доказывать не надо. Апостол Павел говорит, не муж создан для жены, но жена для мужа. Все. А у жены звание генерал, а он сержант. Она обязана утром счастье отдать, как в Японии. Обязана. Дети теперь кланяются родителям. Если сетре 18 лет, а сакер растет ему 2 года, и она обязана ему поклониться. Это мужчина. Вот это я понимаю культ. Так. Почему борода это важно? Борода что? Почему борода это важно? Важно. Борода? Почему борода это важно? Важно. Слово важно не понял. В первую очередь Бог сотворил так. Иисус с бородой, все пророки с бородами, все апостолы, святые отцы, согма. Бог сотворил. Это образ мужчины. Это его власть, как говорят на женщины. Это его энергия. Это уже люди исследовали где. Что интересно, американцы провели исследование в спецназе. Люди с бородой, которые там процентов, может быть на 30, больше возвращаются живым. Меньше у них заедает оружие и все остальное. Я не знал этого. Когда прочитал, доказательства. Тем более, бритье в бород, вот так, чтобы окончательно, это все выдастся без божников. Я показала Фридриха Эггельса по порядку. Карл Марс, Борода Ленин, Сталин, я говорю, у себя ухру, еще на голове ничего. Друг за другом идут. Так что, это важно. У нас недавно одного брата нашего принимал крещение здесь, Вячеслав Сергеевич Семенов. И начальник там, он работает в аэропорту, посадить людей, конфликты разным устранять и прочее. Борода, подравняйте ее, оккультуйте. Он говорит, я христианин, не имеет права трогать. Ну и он на него насел, значит, увольняйся, подавай. Ну и дальше разговоренность уже. Тут юристы вмешались. И кончилось с тем, что его на работе оставили, а того уволили начальника. И все. А который начальник ему помогал, то у повышения пошло. И он стал говорить, я работаю в Казани. Там в Католе этих, мусульман много, и бывает разные конфликты. Они меня принимают за своего, я легко развожу эти конфликты-то. Они мне доверяют. Ну и человек с бородой, его отношение другое. Это мужчина. Все. У Давида, когда с другом обрили городы, он их не запустил, а сказали, идите жмите в Ерехоне, а на Иерусалиме вам на горе не ступать, пока города не отрастут. Полбороды обрили. А они были очень обещечены. А у Якова дочка выше там, на там площадку где-то посмотреть, ее изнасиловали. Она была обещечена. Здесь очень обещечена. И поэтому бритый, это сам себя опустивший. изнасиловавший. Вот даже хуже этого, очень особо, очень в Библии ни одного лишнего слова, ни одной буквы. Очень обещечено. Идите, живите в городе проклятие. Бритый надо сегодня в проклятый город там заставить, где будет, найти такой город, где проклятый город. И там пусть в сануне гоморья живут, пока города не отрастут. В интернете появляются мужские движения, которые выискивают участниц блудных фильмов и снимают их анонимность. Рассказывают о их деятельности коллегам, мужьям, которые об этом не знали. Хорошее ли это дело? Многие из этих женщин делали это очень давно и пытаются избавиться от прошлого. Вот видите, хорошо, что сказали давно. Избавиться желают. Люди напоминают, если они вели на исповеди священнику, напоминать не надо, грех прощенный. И так и сказать открыто, да, я была такая, я была Мария Магдалина, а теперь я помощница Христа. Она сказать не может, она осталась. Давно это было, а сейчас она отрябла и теперь ползет, каракатится. И люди это напоминают. Она должна поблагодарить этих людей, если я встала. А если я встала, смело сказать, я радуюсь, но я Христос нашел, да, я была блудиста, но слезами омыла ноги Христа и волосами отерлые. И он меня избавил и говорит, иди, и греши, я больше не грешу. Вот другого ответа нет. То есть это дело хорошее? Хорошее, ну, в том смысле, что если они покаялись, и они должны отреагировать на эти слова как на хорошее. Ну, многие не покаялись, но их все равно... Ну, сказать, я рассказываю, что в фильмах если можно было, где-то убрали бы, да, убрали бы. Я даже заплатила, может, за это. Ну, видите, люди не слушают. Но надо даже сказать это. Я осуждаю самую себя. Я людей призывал к нарушению не только нравственности, а оскорблению Духа Божия. Вот тогда это на месте. Что делать, когда есть родственники, которые ругают тебя за твои убеждения в вере, в православие? Ну, это должно быть так. У нас написано в Евангелии от Матфея, пятая глава, там все блаженства. И только за одно блаженство дается великая награда. Когда будут гнать, поносить, и домашние ваши, враги ваши. Враги. Это тоже у Христа. И родные братья не веровали у него, как написано. Родные евреи его подбили под миселицу, под распятие. И он молился, прости, не знают, что делают. Вот пример. Поэтому о них надо молиться, то есть силу, чтобы Бог дал, не возненавидеть их. А они мешают. Вот я убедился, когда мешают очень сильно люди, искушения, и это правильно говорят в своей пице, значит, дело твое очень угодно Богу. Это подтверждение. Они же не годят тех, которые не делают то, что я делаю. И отсюда вывод надо делать, что Бог мне предлагает занять иной уже пост, более высокий. Там я прошел все. Там семинария была, мне первый раз арестовали, теперь академия, второе. У меня один охранник так и сказал, отец, тебе академия здесь будет. И этому опыту, гонению, клеветы, которые были на меня в печати. А потом, кто это написал, для слова Божия нет ус. И он принес покаяние перед надеждой передо мною. И уже другую статью по таким заанговкам писал Златоуст Сотовый Строитель и Бесковыщик. Там есть Титов Виктор Иосифович. Так что все на пользу нам. Все, что Бог допускает. За все благодарите, ибо такова во Христе Иисусе. 5 глава 17 стих 1 Посадник Коричневым. Возможно ли спасение, если ты в неведении о христианстве? Ну, некоторые, может быть, африканцы. Можно, но только если не слышали. Об этом говорит апостол Павел Посадник Рима. В совести кто оправдывает, кто судит. И они, не имея закона, сами в себе закон. Они не слышали ниоткуда. Но вот мне говорят, если бы вы родились в мусульманской стране, вы бы уверовали. Ну, я сейчас знаю, как. Я был там, где о Христе ничего не слышно. Евангелия не было. Меня вынесли сюда. Из нашей деревни, из района никого больше нет. Почему я искал? Всякие брошюрки покупал, где вообоги против говорится. А так как печатают это с той стороны, а я вылезаю здесь в почту, и тогда я, например, покупал, отдельно сверплял, и у меня получалось. Я не знаю, что такое цифры, там главы стихи. И меня Бог нашел. Мне не надо было уговаривать ничего. Я только стал считать и понял. Это не просто буква, это слово с неба живое зазвучало. Я, Господи, вот я, возьми меня. И у меня началась новая жизнь. Почему евреи Богоизбранный народ? В чем это проявляется? Сохраняется ли это по сей день? Да, сохраняется до конца века. Если они были неверны, Господь говорит, то я верен. Бытие 12 глава, 3 стих. Вот мне иногда люди в обвинение ставят. Да, ты мусульман хвалишь. А другие, а вот ты евреев хвалишь. Я не просто нации хвалю, я говорю, как с ними работать. И Бог избрал Авраама. Евер первый был, говорят, он положил начало евреям говорить. Авраам первый избранник. Ему поверено было обрезать детей из могилы, из Саака. И кто-нибудь обрезан будет уничтожен. Значит, выбор делает Бог. И поэтому, а почему, как, нам не надо почему. Мы должны согласиться с этим. Ну, поставить кого-то на директор, я же ему, да почему, с чем он лучше говорит. Я просто обязан причиняться. Валя нельзя, а почему он командир, а не вот этот. Ну, это праздные слова. Я это принял. А раз принял, я считаю дальше, кто будет благословлять их. Будет благословен. А то у тебя будет по-другому все хорошо, с направлением в небо. И я благословляю этот народ, где бы я ни был. Я говорю, хотите быть благословенными? Два благословения. А между ними сто два. Пример. Какое? Первое. Никогда не поноси Бога избранный еврейский народ. Говори им о Христе. Не позволяй говорить неправду. Хоть что здесь Генлик и Гиммлер будет стоять решение окончательного еврейского вопроса. Ты где-то как-то скажи. Еврейских детей были, которые спасали, а они вошли в истории людей эти. Которые к ним относились с защитой, как мы об этом Соловьеве, Владимир Сергеевич и считаем, русский партий-идеалист. Ему дерево особое растет Соловьеву. Они умеют быть очень благодарными. И я благословляю народ, поэтому у меня все получается. как в первом Соловьеве все, что не начнет, успеет. И последнее плати десятину Малахи. А вторая, третья глава. Поэтому, почему отпадает Павел?